Где завязывать шнурок по линии талии у полных женщин? Вот посмотрите, я постаралась схематично, конечно, изобразить вот эту полную женщину. Видите, что с ними получается? Получается, что у них естественная линия талии уходит немножко ниже, чем наша любимая вот эта вот горизонтальная полоска. Как нужно завязать ей шнурочек? Помните, я все время вам говорю в видео школе и везде, что сзади шнурочек начинает устанавливаться вот в этой вот самой нижней точке. То есть, когда ниже по спинке, вы его опустить уже не можете. Он у вас прямо опирается вот в эти вот наши косточки, которые сзади есть. Понимаете, вот сзади опускайте его как можно ниже. Затем туго-туго завязываете. Завязываете его очень туго. И при этом впереди вы его устанавливаете строго параллельно линии пола, линии низа. Потому что он будет норовить у вас соскользнуть вот в эту ямку. Когда конкретно такой ямки нет, просто животик беременный, он может подскочить вот сюда наверх. И это тоже будет неправильно, потому что наша задача, вот в этот раз, когда мы снимаем мерочки в первый раз, нам нужно определить самое главное – это осанку фигуры. Как только мы определим правильно осанку фигурки нашей фигуры, значит, наша выкройка безо всяких-всяких сядет на нас хорошо. Определение осанки – наиважнейший момент в снятии мерочек. Вы можете сделать похудеть, поправиться в будущем. Вы потом перемеряете мерочки – полуобхват груди, талии, бедер. Но осанка, как правило, остается неизменной. Поэтому стараемся очень правильно и очень точно последить за этой осанкой. И качеством этого будет прежде всего вот такой вот завязанный шнурочек. Поэтому я завязываю его немножко туже, чем нам надо. Беру этот шнурочек из такой хлопчатогумажной, шнурки от ботиночек можно брать, чтобы он не скользил у вас на фигурке. То есть завязываете его тугой, поправляете, держите вот в таком положении. Плечико, так называемое, которое мы устанавливаем вот сюда, тоже располагаете таким образом, чтобы у вас оно делило ваше плечо ровно пополам. И тогда уже от высшей точки плеча меряйте мерочку ДТП и меряйте мерочку ДТС. И разница между ДТП и ДТС будет так называемым балансом. Если этот баланс у вас, это значение от 1 до 3, осанка обычная. Если больше 4 см – 5, 6, 7 см – 4, это уже осанка перегибистая. Если у вас будет меньше 1, то есть 0, разница, фигурка будет сутулая. Что надо в этом случае делать? Расширяем ответы на вопросы. Конечно, немножко подкорректировать нашу фигурку, если она оказалась сутулая. Посмотрите, достаточно на полсантиметра сдвинуть плечико назад, спинка станет на полсантиметра короче, полочка станет на полсантиметра длиннее. И баланс характеристика его уже улучшится. Понимаете? Но грешить сильно нельзя. При этом все время смотрим на эту линию. Ну, вот, собственно, и все. Ну, давайте уже, чтобы проширенный такой ответ у нас получился, запоминайте и применяйте всегда. Если фигура перегибистая, нагрудную выточку, как правило, нужно увеличивать потом. А если фигура сутулая, нагрудную выточку нужно уменьшать потом. Когда вы сначала строите выточку по формуле, потом смотрите за точками P1 и P2, чтобы расстояние между ними по высоте было 1,5-2-2,5 сантиметра. Это идеальное наше значение. В случае сутулой фигуры, чтобы это было хотя бы 3, а в случае фигуры перегибистой, это было хотя бы 1 сантиметр. Можно, конечно, и 0 брать, но нежелательно. Все-таки 1 сантиметр будет лучше. Продолжение следует...